Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас четверг, среда 27 августа, и мы начинаем наш тематический вебинар «Как диверсифицировать свои риски в инвестиционной платформе Flagman Invest». Перед вебинаром необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, большое всем спасибо. Тогда мы начинаем наш вебинар. Тема очень интересная, очень насыщенная, потому что любое инвестирование сопряжено с риском, и поэтому всегда нам необходимо минимизировать свои риски. И вот сегодня мы поговорим как раз на эту тему. Для начала немного поговорим о платформе Flagman Invest. Возможно, кто-то у нас сегодня первый раз на вебинарах по инвестиционной платформе Flagman Invest, и, возможно, с ней еще не знаком, поэтому буквально пару предложений по платформе Flagman Invest, и затем уже мы непосредственно перейдем к самой сути проблемы – диверсификации рисков. Flagman Invest – это инвестиционная технология будущего, уникальная инвестиционная платформа, которую разработала наша компания FreshForex. Данная инвестиционная платформа позволяет тысячам трейдеров по всему миру зарабатывать на валютном рынке Forex. Если вы трейдер, то вы можете открыть мастер-счет, показывать стабильную и успешную торговлю, и со временем к вам будут подключаться инвесторы, присоединяться, они будут вас инвестировать в свои денежные средства, и вы при успешной торговле будете получать с этого свой доход, свою комиссию. То есть, допустим, у вас есть небольшой депозит, допустим, там 300-500 долларов или 1000. С таким депозитом особо много не заработать на рынке Forex. То есть, имеется в виду, допустим, 10 тысяч долларов. Заработать будет тяжело, конечно, можно, но достаточно такой трудоемкий процесс, и достаточно рискованный, потому что из 1000 очень тяжело сделать 10. Но, допустим, если у вас есть 1000 долларов, вы в течение года достаточно стабильно, успешно торгуете, к вам будут присоединяться инвесторы, подписчики, и тем самым вы будете получать дополнительный доход от оборота, от общего объема торгов. И как раз вы можете на этом фоне заработать те самые 10 тысяч долларов. То же самое, та же самая выгода есть и для инвестора, для подписчика. Допустим, если вы начинающий трейдер, вы, допустим, еще не знаете, как торговать, или вы только-только осваиваете торговлю на валютном рынке Forex, и вы видите, что есть успешные трейдеры, в которых можно инвестировать, и тем самым можно также получить дополнительный доход, а, возможно, даже для кого-то это будет очень такой весомый дополнительный доход, и тем самым он даже, возможно, сам торговать не будет, а будет только лишь на всего инвестировать, будет инвестором. Как вы видите, преимущества есть у всех сторон, у трейдеров, у инвесторов, также у компании FreshForex. Чем больше трейдеров торгуют в данной весовой платформе Flagman Invest, чем больше инвесторов, тем выгодны и компании, потому что повышаются объемы торгов, повышается оборот торговый, и тем самым компания тоже получает с этого определенный доход, потому что компания живет на спреды за счет разницы покупки и продажи. Чем выше объемы, тем больше спред, тем выгоднее компания. Поэтому все участники данного процесса, они получают взаимные выгоды, получается так называемое взаимовыгодное сотрудничество. Рассмотрим непосредственно элементы диверсификации рисков, то есть снижения рисков. Для начала поговорим об оценке эффективности торговли. Необходимо провести сравнительный анализ нескольких мастеров по различным критериям. Что это за критерии мы сейчас поговорим, также мы непосредственно перейдем в наш рейтинг мастеров на нашем сайте FreshForex. Сравнительный анализ нескольких мастеров можно проводить по различным критериям, допустим, такие как максимальный прирост, максимальная просадка, максимальная нагрузка, очень важные такие факторы, также профит-фактор, фактор восстановления и так далее. На мой взгляд, наиболее эффективны именно эти пять показателей – прирост, просадка, нагрузка на депозит, профит-фактор и фактор восстановления. Вот этих пяти критериев вполне достаточно для того, чтобы провести анализ нескольких мастеров и посмотреть, чья же торговля наиболее эффективна. Нам необходимо, как инвесторам, мы сейчас проводим вебинар для инвесторов, рассказываем, «Добрый вечер, Владимир, присоединяйтесь к нам», проводим вебинар в первую очередь для инвесторов и рассказываем о том, как инвестировать наиболее грамотно, наиболее эффективно. «Если в конкурсе «Форекс Регата» второй тур у участников будет отрицательный прирост, то будут ли уплачиваться призовые, кто занял?» Большое спасибо за вопрос. Вы знаете, я не занимаюсь вот именно этим конкурсом, у меня немного другая специфика моей работы. Я аналитик в компании «Фреш Форекс», поэтому все эти вопросы вы можете уточнить в службе поддержки клиентов, либо написать письмо на электронный адрес, либо позвонить по бесплатной линии 8800, контакты есть на сайте, либо написать в онлайн-чат, и вы получите наиболее полную информацию именно по этому конкурсу. Поэтому данные вопросы лучше передрисовать специалистам непосредственно в службе поддержки клиентов. Так вот, проводим анализ по этим критериям. Всегда необходимо понимать, что, допустим, чем выше у нас прирост, чем выше доходность, тем у нас, соответственно, высшие риски. Поэтому не стоит гнаться всегда за максимальной доходностью. Почему не стоит гнаться, об этом мы тоже немного поговорим попозже, причем приведем реальный пример. Мы прошлый наш вебинар по платформе «Флагман Инвест» проводили буквально месяц назад, в конце июля, и вот тогда у нас был один трейдер, который был один из лидеров нашего рейтинга, и вот тогда мы немного проанализировали его торговлю, и тогда сделали некоторые выводы. И вот сегодня мы также к нему вернемся, посмотрим, что же с ним произошло месяц спустя. Поэтому всегда необходимо анализировать тщательно мастеров. Что касается первого, наверное, ключевого критерия, помимо вот этих показателей, которые я обозначил, просадка, нагрузка, профит, фактор, фактор восстановления, мы сейчас посмотрим чуть позже, непосредственно уже в нашем рейтинге мастеров, также всегда необходимо смотреть на возраст счета. На мой личный взгляд, по опыту прошлых лет, чем выше возраст счета, тем лучше, но как минимум нужно смотреть, чтобы трейдер торговал полгода, или около полугода меньше, просто можно получить достаточно такой слабый анализ, очень мало будет статистики, если трейдер торгует меньше полугода по платформе флагман инвест и вообще по PAM счетам, и тогда уже наш анализ будет менее эффективен, поэтому нужно смотреть на трейдеров, как можно, чтобы они больше торговали на рынке. Чем больше возраст счета, тем лучше. Что касается факторов восстановления, мне тоже очень нравится этот показатель, очень тоже хорошо показывает результативность торговли. Всегда необходимо выбирать того мастера, у которого фактор восстановления гораздо выше. Вот, допустим, можно привести два примера абстрактных. Есть два трейдера, оба показали максимальную доходность, прирост по депозиту 100%, однако у одного была просадка 20, у другого 50. У того, у которого была просадка 20, фактор восстановления будет равен 5. Фактор восстановления, он получается делением прироста, максимальный прирост делим на просадку. Допустим, 100 делим на 20, получаем 5. А у трейдера, у которого просадка была 50%, мы получаем уже профит фактор 2, потому что 100% прибыли делим на 50% доходности, получаем 2. Поэтому наиболее эффективно все же вкладываться у всех мастеров, у которых фактор восстановления выше. Как я уже говорил, любое инвестирование сопряжено с риском, об этом нужно помнить. Не бывает абсолютно безрисковых инвестиций. Если вам кто-то говорит, что есть, допустим, такие мастера, или, допустим, такие инвестиционные проекты, где абсолютно без риска можно получить какую-то либо доходность, вы знаете, что это всего лишь навсего обман, это вранье. Любое инвестирование сопряжено с риском. Просто я тоже очень часто в интернете попадаю на такие объявления различных компаний, инвестиционных, различных брокерских компаний по рынку Форекс, которые предлагают, допустим, абсолютно безрисковые инвестиции, там риск 0, доходность 20% в месяц или 10% в месяц. Это, скорее всего, обман с большей долей вероятности, потому что не бывает у нас инвестирования без риска. Где есть у нас потенциальная доходность, там у нас есть и потенциальный риск. Безрисковая инвестиция – это, по сути дела, банковский депозит до 700 тысяч по федеральному закону о страховании банковских вкладов. Все, что выше 700 тысяч, тоже попадает под раздел риска, и поэтому у нас только получается одна всего лишь навсего безрисковая инвестиция. Но, наверное, трудно за это инвестиции банковский депозит. Все же там ставки очень маленькие по доходу, но там и риск меньше, риск нулевой. Или практически нулевой, если выше 700 тысяч. Поэтому всегда об этом помните, что любое инвестирование спряжено с риском. Если вам обещают безрисковую прибыль, 50 годовых, 100 годовых и так далее, миллион годовых, то это практически всегда у нас оказывается обманом, оказывается мошенничеством. Поэтому, если вы хотите, допустим, получить 100% прибыли от инвестирования, что на платформе «Флагман Инвест», что, допустим, в другом инвестиционном проекте, всегда будете готовы к тому, чтобы полностью потерять свой депозит. Потому что, если вы, допустим, нацелены на 100% доходности, конечно, такие доходности тоже бывают. У меня у самого были периоды, когда, допустим, была доходность выше 100%. Но вот я также рисковал гораздо выше, чем, допустим, рискую сейчас в настоящее время. Поэтому я сам тоже это прекрасно понимаю, что те результаты, когда у меня была, допустим, доходность в том же 2011 году 150%, то у меня там риски тоже были достаточно высокие. Поэтому в последнее время риски у меня значительно снизились, но и доходность тоже, соответственно, сократилась. Поэтому всегда нужно быть готовым, если вы хотите 100% прибыли, и всегда будьте готовы, что у вас вполне возможно, через некоторое время вы увидите на своем торговом депозите цифру 0. То есть вы можете все потерять. Поэтому я всегда призываю вас к тому, чтобы не гнаться за высокими процентами, не гнаться за высокими доходностями. Даже доходность 30, 40, 50 годовых – это очень хорошая доходность. Если вы будете стабильно зарабатывать по 50 годовых, это очень и очень хорошо. Даже, допустим, у нас хедж-фонды, которые управляют колоссальными суммами, у которых очень большой штат квалифицированных специалистов, у хедж-фондов обычная доходность 30% считается очень и очень хорошей. То есть у профессиональных участников финансовых рынков 30% годовых – это хороший результат, очень даже хороший. Поэтому если вы, допустим, видите хороших стабильных трейдеров, у которых доходность больше 30%, там 50-60 годовых, это очень и очень хорошо. Таких трейдеров можно инвестировать. Но самое главное, чтобы данные трейдеры были стабильными. Всегда необходимо помнить, что любой трейдер, любой мастер может уйти в глубокую просадку, причем даже очень успешно. И абсолютно любой трейдер, никто у нас не застрахован от ошибок. Не ошибаюсь только тот, кто ничего не делает. Нужно выделить несколько причин, почему трейдеры могут уйти в данные просадки. Это повышенная волатильность рынка. Допустим, трейдер тоже этот фактор не рассчитал. Волатильность низкая, трейдер торговал в боковике. То есть, был у нас горизонтальный флет, трейдер торговал на отбой от уровня поддержки сопротивления. Вдруг резко у нас волатильность увеличилась. И в итоге трейдер славил один стоп лосс, потом второй, потом третий, потом четвертый. Также необходимо помнить, что очень много торговых систем, они перестают работать через определенное количество времени. Не все торговые системы, но очень многие торговые системы, большинство торговых систем, ну для этого, ну, поэтому я думаю, что никто, не то, что, скажем так, почему у системы перестают работать, ну потому что даже у нас на валютном рынке Форекс, вообще на финансовых рынках, по статистике зарабатывает меньшинство. Приводят разные цифры, что кто-то говорит, что зарабатывает 5% трейдеров, кто-то говорит, что 10%, кто-то говорит, что 15%. Но вот цифры больше 20%, чтобы трейдеры зарабатывали больше двух лет, я такой цифр не встречал. Получается у нас по правилу Паретта 80% трейдеров теряют, 20% зарабатывают. То же самое касается и в торговых системах. Большинство торговых систем, они через некоторое время, через 2-3 месяца, через полгода, через год, они все сливают, и в итоге трейдеры разоряются, в итоге ловят маржин колы, и в итоге сливают свои депозиты. Поэтому это тоже нужно помнить, что очень мало торговых систем работают в долгосрочной перспективе, имеется в виду более 2-х лет. Также бывают механические ошибки, допустим, трейдер может перепутать ордера buy на sell, или допустим войти с рынка и также перепутать кнопки, вместо того, чтобы купить, может продать. Такая вроде бы банальная ошибка, но тем не менее таких банальных ошибок не застраховывает никто. Я вот тоже читал несколько лет назад в одном журнале по валютному рынку Форекс в интернет-журнале, там тоже приводилась такая статистика среди профессиональных участников рынка, среди управляющих хедж-фондов, и там тоже были такие случаи, когда вроде бы такие маститы и трейдеры, очень опытные, очень успешные, также подвергались механическим ошибкам и путали просто кнопки, и вместо того, чтобы, допустим, купить, они продавали. И потом, когда они уже увидели свою ошибку, не будем сейчас делать рекламу этим журналам. Эти журналы достаточно известны, популярны, наберите в поисковике онлайн-журналы по рынку Форекс, там выйдет несколько журналов. Как говорят на телеканале РБК, данные компании нам за рекламу не заплатили, поэтому не будем давать им бесплатную рекламу. Вот такое выражение я периодически встречаю на телеканале РБК, поэтому... Да, журналы необычные, поэтому наберите в поисковике, они все онлайн-журналы, все известные, я думаю, их всего несколько таких популярных. И вот в одном из них я как раз прочитал, что в том числе достаточно маститые трейдеры, они также ошибаются, поэтому данные ошибки не застраховывают никто. Не нужно думать, что у нас только вот новички могут перепутать buy и sell. Да нет, могут перепутать абсолютно все трейдеры, от этого риска не застраховывает никто. Ну и также в качестве причин того, что трейдер может уйти абсолютно в такую сильную просадку, можно добавить, что трейдеры очень часто добавляют к убыточной позиции, у них убыточная позиция, вместо того, чтобы ждать ее закрытия по стоп-лоссу, трейдеры стоп-лосса переносят гораздо дальше, гораздо глубже от точки входа, и еще вдобавок к этому, то есть нарушают правила управления капиталом, то есть нужно определить размер стоп-лосса и тейк-профита, и больше ничего не делать, нужно их держать. Нужно вырабатывать железную дисциплину. Очень мало трейдеров, у которых есть железная дисциплина, очень многие трейдеры видят, что когда цена подходит вплотную к ордеру стоп-лосс, они начинают этот ордер передвигать, в надежде на то, что рынок очень скоро развернется. Я думаю, с этой ситуацией встречались абсолютно, наверное, многие трейдеры, абсолютно все трейдеры, можно так сказать. У меня у самого были такие случаи, когда я также делал, переносил стоп-лосс гораздо дальше, в итоге потом он все-таки срабатывал, я получал гораздо больше убыток, чем в итоге изначально было запланировано, поэтому так делали все, и делают многие, и будут продолжать делать абсолютно многие, потому что многие трейдеры надеются на разворот рынка, что вот текущая просадка, это всего лишь навсего в моменте, это такой небольшой негатив, и в итоге скоро все исправится, и необходимо просто стоп-лосс передвинуть, и тоже трейдеры открывают еще одну позицию, уже убыточной, у них четко прописан, допустим, по торговой стратегии лот 001 и стоп-лосс на таком-то уровне. Они стоп-лосс отодвигают, код 001 еще добавляют 001 или 002, в итоге риск еще больше увеличивается, стоп-лосс отодвигается, риск тоже увеличивается, и в итоге таким образом, вроде бы на ровном месте, просадка еще больше увеличивается, поэтому такие причины, как раз и вызывают глубокие просадки. Об этих причинах необходимо всегда помнить, потому что от этих проблем не страхован абсолютно ни один трейдер. Как можно снизить риски с помощью диверсификации? Наверное, многие из участников нашего вебинара слышали такое выражение, не стоит класть все яйца в одну корзину, необходимо распределять капитал между инструментами с различными рисками, доходностями и корреляциями, что может вызвать минимизацию итогового риска. Диверсификация – это очень хороший инструмент, на мой взгляд, для того, чтобы диверсификация была очень качественная при инвестировании через инвестиционную платформу «Флагман Инвест», необходимо составлять портфели инвестиционные, выделяя два вида инвестирования – консервативные и агрессивные, и вот, на мой взгляд, необходимо составлять два вида портфеля – консервативные и агрессивные, консервативные подразумевают низкие риски и низкую доходность, соответственно, агрессивные подразумевают риски выше, но и доходность тоже выше. Тем самым можно составить два портфеля и в итоге у вас средний доход должен быть сбалансированным. Для того, чтобы составить портфель, необходимо в каждый портфель включить порядка пяти мастеров с разными показателями доходности и риска в каждой из портфелей, для того, чтобы уже провести диверсификацию внутри портфеля. Сейчас обратимся к нашему рейтингу мастеров. Включим трансляцию рабочего стола. Уважаемые коллеги, напишите пожалуйста в чат, видно или нет трансляцию рабочего стола, наш сайт FreshForex. Да, отлично, большое спасибо. Для начала поговорим о одном из лидеров предыдущего нашего вебинара, когда мы проводили наш вебинар, тогда у нас трейдер был с ником Альфа, мы немного о нем поговорили. Он был достаточно успешным трейдером, у него успешным имеется ввиду в плане доходности, у него была очень высокая доходность. Сейчас у нас рейтинг вылезает таким образом, как вы видите трейдера под ником Альфа здесь нет, где сейчас находится тот наш лидер, тот наш фаворит, скажем так. Но не хотелось бы отметить, что я тогда говорил, что данный трейдер все же достаточно рискованный и я все-таки советовал инвестировать в него как можно меньше. С одной стороны, кто был в нашем вебинаре в прошлом, может это подтвердить, что все же я сказал, что данный трейдер достаточно рискованный и у него могут быть проблемы. Давайте посмотрим, где сейчас наш трейдер и что с его результатами. Сейчас мы находимся на 71 месте, трейдер Альфа, прирост минус 98,9%. То есть, как вы видите, практически у нас тут обнуление депозита, практически слив. О чем как раз я и говорил, что трейдер очень рискованный и все же не стоит в него много инвестировать. С одной стороны, а если вы в него инвестируете, то только если вы трейдер агрессивный, агрессивный инвестор. То есть, если вы не боитесь потерять, готовый к рискам, тогда можно в него инвестировать. К консервативным инвесторам данного трейдера я не рекомендовал инвестировать, потому что трейдер очень такой рисковый, берет большие риски. Вот в итоге у нас прошел всего лишь навсего месяц, тогда у него была очень высокая доходность. Сейчас мы видим, что всю эту доходность он потерял и у него прирост минус почти 99%. Как вы видите, не всегда высокая доходность является очень хорошим результатом. О чем я всегда говорю, что не нужно гнаться за высокой доходностью, не нужно гнаться за этими космонавтами, которые показывают 100%, 200%, 300%, 1000%. Все же лучше выбирать наиболее сбалансированных трейдеров. Как можно выбрать сбалансированных трейдеров или мастеров? Вот здесь у нас представлен рейтинг, здесь у нас колонка названия мастера, их ники, потом у нас прирост, это доходность. Здесь у нас просадка, как мы и говорили, ключевые факторы, прирост, просадка, нагрузка, профит, фактор восстановления. Дальше также можно смотреть на коэффициент сортина и активность в ней тоже обязательно такой очень интересный компонент. Как у них это вначале получается в космос улететь? У меня ни разу так не было. Неужели такое сильное везение? Виталий, везение тоже присутствует, плюс огромные риски, колоссальные. Люди большие риски берут. Допустим, берут риск на сделку, там 30%. И если соотношение риска дохода, допустим, 1 к 1,5, 1 к 2, то сами посудите. Они рискуют 30% в надежде получить 50-60%. Допустим, им повезло, 1, 2, 3 сделки у них получились. Они получили 200%, потом им не везет, полоса неудач, 2, 3, 4 сделки и все, минус 99%. Очень высокие риски, поэтому очень высокая прибыль. Поэтому для того, чтобы выбирать сбалансированных трейдеров, мы составляем два портфеля, агрессивный и консервативный. При агрессивном портфеле выбираем тех трейдеров, у которых высокая доходность. Но, с одной стороны, необходимо, чтобы доходность была высокой, но и также, чтобы просадка была поменьше. Вот, допустим, здесь мы видим на первом месте трейдер под ником 11. Прирост 102%, почти просадка 44%. Достаточно большое такое соотношение. Все-таки, на мой взгляд, лучше, чтобы соотношение было поменьше. И, допустим, вот второй трейдер. 68% прирост, 35% просадка. Если сравнивать между этими двумя трейдерами, то тогда трейдер у нас с ником 11, безусловно, более привлекательный, чем вот этот трейдер. То есть у них просадка примерно одинаковая, зато прирост, как вы видите, отличается. Что касается нагрузки на депозит, то вы видите, что здесь у нас тоже 97%, очень высокая нагрузка. Поэтому, получается, по данным трем показателям уже находится более прерогативе именно второй трейдер. Поэтому всегда необходимо смотреть, чтобы у нас просадка была как можно меньше. Здесь в рейтинге мы можем нажать стрелочку вниз. Здесь у нас будет просадка уже поменьше. Допустим, посмотрим на прирост. Прирост возьмем повыше. И здесь мы можем также в рейтинге добавить, чтобы у нас прирост был как можно максимальный. И просадка не более 25%. Выбираем такой показатель в графу просадка. В итоге вот что мы получаем. У нас на первом месте находится трейдер под ником Money Woman. У него просадка 14,5%, прирост 34%. Достаточно такой неплохой результат, количество активных дней 18. Такого трейдера можно вполне добавить уже в консервативный портфель. У него прирост больше, чем просадка. Здесь мы видим трейдера, у которого прирост меньше, чем просадка. И остальные трейдеры тоже, в принципе, находятся на таком же соотношении. Ну, вот здесь можно также выделить трейдера на четвертом месте. SGR под ником прирост 7,21, просадка 5,02. Такой начинающий трейдер, 7 активных торговых дней. К данному трейдеру также можно присмотреться, как он дальше себя будет вести. Поэтому ни в коем случае не стоит торопиться. При инвестировании, допустим, выбрали для себя трейдеров. И всегда, на мой взгляд, лучше все же в начале 2-3 недели или месяца посмотреть просто на бумаге этих трейдеров. Вот, допустим, сейчас мы можем записать себе на листке бумаги трейдеров наш консервативный портфель. Это, допустим, Money Woman и также SGR. Двух данных трейдеров. И посмотреть, как они будут торговать в течение ближайших 2-3 недель. Если у них не будет сильных таких просадок, доходность будет более-менее плавно возрастать, то это все очень неплохо. Тогда уже можно в данных трейдеров инвестировать. Начните инвестировать сначала с минимальной суммы 100 долларов. Инвестируйте 100 долларов, посмотрите месячишко-два, как трейдер себя ведет. Если все достаточно неплохо, все хорошо, вас устраивают показатели и риск доходности, тогда можно уже инвестировать гораздо большие суммы. Вот на прошлом нашем вебинаре по поводу трейдера с ником Альфа я говорил, что консервативным инвесторам, которые не любят много рисковать в данного трейдера, не стоит инвестировать, потому что очень рисковый трейдер. Агрессивным инвестировать можно, но все же лучше тоже посмотреть сначала на бумаге, просто понаблюдать 2-3 недели или месячишко. Если вас все устраивает, тогда уже можно долларов 100 инвестировать также на месяц. Если вас все дальше устраивает, можно уже инвестировать гораздо большие суммы. Что в итоге мы видим? Вот если, допустим, мы просто на бумаге, на карандаш взяли себе данного трейдера, посмотрели на него, в итоге мы видим, что он сливается, у него минус. Естественно, что инвестировать в него не стоит. Но, допустим, если даже вы в него инвестировали, все-таки решили рискнуть, то все же лучше было рисковать со 100 долларов, все же не стоит торопиться и сразу же большие суммы инвестировать. Никуда рынок не денется, очень много у нас трейдеров, они по-прежнему торгуют, они добавляются. У нас раньше было, допустим, 50 трейдеров, сейчас уже гораздо больше трейдеров, представленных в платформе «Флагман Инвест». Поэтому трейдеры постоянно появляются новые, и среди них успешные, стабильные, и всегда можно найти для себя наиболее приемлемого мастера, с помощью которого можно получать доходность. Никуда не стоит торопиться, что, допустим, при инвестировании, если вы в кого-то инвестируете, так же, если вы торгуете сами, как трейдер, в торговле тоже торопиться не стоит. Что касается других мастеров, то здесь, пожалуй, таких вот очень хороших, стабильных трейдеров, наверное, сейчас уже выделить мы не можем. Здесь результаты еще скромнее. Вот пока что у нас есть два достаточно таких неплохих трейдера. Ну, можно также посмотреть и на трейдера с ником Кант, который на третьем месте, у него прирост и просадка примерно одинаковые, тем не менее, нагрузка небольшая, среди вот двух предыдущих трейдеров у него самая малая нагрузка, поэтому можно посмотреть также и на данного трейдера. В общем, три таких трейдера для консервативного портфеля Money Woman, Кант и CGR. Просадка, все понял, просадка у него небольшая. Виталий, уточните, пожалуйста, у какого именно трейдера, что насчет FX, у него вроде 88 дней опыта. Так, сейчас посмотрим на данного трейдера FX Cafe, 80 дней до активности, нагрузка 10, просадка 20, вот просадка самая высокая из всех трейдеров. Если сравнивать, допустим, с первым трейдером, то у него показатели похожи, чем у первого трейдера Money Woman. Но тоже можно взять себе его на карандаш, то есть запишите себе так на карандаш для анализа. Уже сначала посмотрите вот именно так в теории, а потом уже можно инвестировать на практике. Все же лучше не торопиться, 2-3 недельки возьмите себе на карандаш, посмотрите, как трейдеры себя ведут и уже тогда можно инвестировать. Также хотелось бы отметить, что все же наибольший эффект от инвестиций появляется тогда, когда трейдер начинает уходить в небольшую просадку. То есть, допустим, если трейдер стабильный, в течение многого времени показывал стабильный результат, потом у него появляется небольшая просадка, это очень и очень хорошее время для инвестиций. Потому что у всех трейдеров есть полоса белая, полоса черная, поэтому когда просадки возникают небольшие, но еще раз подчеркну небольшие, если, допустим, трейдер сразу резко с места в карьер ушел в просадку на 30-40-50%, то это уже не привлекательная просадка. Если, допустим, у трейдера был стабильный рост, вот, допустим, как трейдер Money Woman, у него стабильный рост, потом вы видите на графике прирост, тут последняя графа, стабильный рост, потом вы видите небольшую просадку, 1-2-3%, то это очень хорошее время также для инвестиций. Поэтому смотрите, анализируйте, вот, можно взять трех трейдеров, ну, даже четырех, вот, давайте возьмем тогда четырех трейдеров себе на карандаш и посмотрим, как они себя уже будут чувствовать через месяц, когда мы проведем следующий наш вебинар по платформе флагман инвест. То есть сейчас у нас в нашем консервативном портфеле вот присутствуют четыре трейдера, которые находятся с первого по четвертого места вот в данном рейтинге. Мы поговорили о консервативном портфеле, давайте теперь обратимся к агрессивному портфелю, здесь уже максимальную просадку можно ставить 50%, но это прям вообще максимум, все же лучше ставить как можно поменьше, и вот давайте, допустим, поставим 40%, все же 50% это, на мой взгляд, все-таки достаточно много, все же лучше взять поменьше. Что мы здесь видим, кто у нас находится в лидерах, по количеству дней находится трейдер под ником Fields, если я правильно прочитал, если неправильно, я приношу извинения данному трейдеру, но на мой взгляд, вроде бы прочитал правильно. Так вот, что мы видим, у него просадка 35, прирост 68, количество дней 129, то есть достаточно такой продолжительный трейдер. Максимальная нагрузка 32, если сравнивать с его ближайшими преследователями, здесь 83, 26, 14, но у них и соотношение гораздо похуже. Поэтому можно данного трейдера тоже взять себе на карандаш, как мы видим, 129 дней, достаточно такой продолжительный трейдер, прирост 68, просадка 35, фактор восстановления 0,87. Самый высокий фактор восстановления, это опять у трейдера Money Woman, он у нас, скажем так, один из лидеров консервативного портфеля, также он у нас один из лидеров и получается агрессивного портфеля, также его можно включить в данный портфель, то есть трейдер под ником Fields на первом месте у нас в портфеле, на втором месте Money Woman включим в портфеле. Что касается следующих трейдеров, то, допустим, трейдер под ником Classic, у него прирост меньше, чем просадка, нагрузка очень высокая, нам это не подходит. Даже в нашем агрессивном портфеле это очень агрессивный трейдер, все-таки очень высокая нагрузка. Как раз вот про трейдера предыдущего на нашем вебинаре, про трейдера с ником Alpha, у него тоже была очень высокая нагрузка, и как раз это меня очень сильно насторожило, поэтому я и рекомендовал все же достаточно осторожно присматриваться к этому трейдеру, у него очень высокие риски, очень рисковый трейдер. Вот по прошествии месяца мы видим, что данный риск, он ни к чему хорошему не привел, все же нам нужны не такие трейдеры, которые сначала показывают плюс 100, а потом минус 100. Все же необходимо также понимать, что, допустим, вот мы видим трейдера, вот вернемся к этому трейдеру с ником Alpha, тогда у него была очень высокая доходность, я сейчас точно не понял, но вроде бы выше 100% она у него была, даже может 200, сейчас уже просто точно не помню. Высокая доходность, и, допустим, вот мы включили наш рейтинг мастеров, мы видим очень высокую доходность, там 100-200%. И очень часто бывает так, что вот такие рисковые трейдеры, они уже находятся на своем пике. То есть у них уже пик, мы в них инвестируем, и они разворачиваются, идут вниз, идут на слив депозита. Такое очень часто случается, и вот примерно то же самое произошло и с трейдером под ником Alpha. Мы видим, у него очень хорошая доходность, но у него очень высокие риски, очень высокие нагрузки на депозит, и в итоге эта доходность максимально была его пиком. Все, что можно, выжил, в итоге больше его система не работает, и в итоге он сливается. Поэтому очень всегда осторожно относитесь к таким вот трейдерам, у которых очень колоссальная доходность. Наша задача не вот сиюминутная доходность, наша задача инвестировать, чтобы получать хорошую доходность на продолжительный период времени. Значит, трейдер классика пока имеет не очень хорошие показатели, у него очень высокая нагрузка. Про трейдера Money Woman мы поговорили. Следующий трейдер на четвертом месте и на пятом месте, если их сравнивать, то получается трейдер, который находят. Они примерно одинаковые по количеству дней, 81-101, тоже продолжительные трейдеры. Ну вот, лично, на мой взгляд, все же наиболее привлекательный именно трейдер на четвертом месте. Эймо Зесп, если правильно прочитал. Получается, у нас сейчас можно выбрать на карандаш себе для агрессивного портфеля из данного рейтинга, который находится на первом месте. Филс, потом Money Woman. Эймо Зесп, третий трейдер. Сейчас посмотрим других трейдеров. Тоже вот трейдер FX Cafe, 88 дней, максимальная просадка 20, прирост 17, нагрузка 10. В принципе, тоже данный трейдер может подойти для нашего, в том числе и агрессивного портфеля. Вот получается, тоже у нас уже есть 5 трейдеров. Вот можно себе взять их на карандаш. То есть, все трейдеры, вот из первых 6 трейдеров, кроме, получается, у нас трейдера Classic. Вот данного трейдера все же не рекомендую рассматривать для инвестиций в качестве агрессивного портфеля. Уважаемые коллеги, возможно, у вас есть какие-либо вопросы по рейтингу мастеров, по показателям. Сдавайте, пожалуйста, в чат, и мы сейчас сразу же разберем все эти моменты. Сейчас мы взяли себе на карандаш данных трейдеров, немного понаблюдаем за ними, и после чего уже можно будет принимать решения. Если трейдеры по-прежнему стабильные, то можно уже будет в них инвестировать. Я уже много раз повторяю, никогда не торопитесь, всегда шансы заработать они будут, всегда можно зарабатывать. Если вы грамотно подойдете к этому процессу, то шансы ваш значительно повысятся. Еще хотелось бы также немного поговорить о снижении рисков, о диверсификации. Это то, что при инвестировании, при любом абсолютном инвестировании, всегда выводите прибыль. Потому что вывод всей или части полученной прибыли – один из основных способов снижения рисков при инвестировании. Вот, допустим, вы инвестировали в какого-то трейдера и заработали на этом инвестировании 20%. Вот, допустим, у вас депозит был 100 долларов или 1000 долларов. Ну, возьмем, давайте, допустим, 1000 долларов. 20% у вас есть доход, итого 200 долларов. Выведите эту прибыль. Либо половину прибыли, либо большую ее часть, но все же лучше вывести. Тем самым, допустим, у вас был депозит 1000 долларов, вы в один месяц вывели 200. Потом у вас второй месяц. У вас тоже получился доход, допустим, уже 10%. Тоже вы видите, либо половину суммы, либо всю сумму. Тем самым, через некоторое время, даже если, допустим, вы начнете терять убытки, у вас по счету будет просадка, тем не менее, вы все равно вначале выводили прибыль, и тем самым все равно у вас уже будет более-менее сбалансированный подход. Под каким логином находится Александр Горячев? Спасибо за вопрос. Вы знаете, нам, работникам компании, нельзя торговать, нам запрещено, поэтому моего логина здесь нет, к сожалению. А так, я бы тоже мог бы про него рассказать немного, почему бы и нет. Трейдер тоже давно на рынке торгует, рассказывает вам свои методы, свои взгляды, поэтому тоже мог бы немного про него рассказать, но, к сожалению, рассказать вам про него не могу, потому что его в рейтинге нет. Поэтому выводите прибыль, тем самым вы сможете снизить свои риски. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы. Наш эмбинар подходит к завершению. Вопросы можно написать в чат, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Сесть бы на карандаш инвестора. Ну, скажем так, мы сейчас поговорили про агрессивный подход, про консервативный подход, также рассказали про причины, которые вызывают просадки у трейдеров, про сливы депозитов. Я надеюсь, достаточно все понятно, и также вот мой подход, он в том, чтобы диверсифицироваться, выделять для себя агрессивных трейдеров, мастеров, агрессивно-консервативных мастеров, составлять портфели, несколько счетов, брать себе на карандаш вот этих мастеров, портфели. Допустим, сейчас, по окончании нашего эмбинара, возьмите лист бумаги, напишите консервативный портфель, агрессивный портфель, или, допустим, взывайте для себя файл на компьютере в Word или в Excel, запишите данных мастеров, понаблюдайте за ними, и потом уже также с минимальной суммой инвестирования, 100 долларов, можно в них инвестировать, если вас все устраивает. И когда не торопитесь, сразу же инвестировать в большие суммы, всегда инвестируйте, начинаете помаленечку, и дальше уже по мере возможности увеличиваете сумму. Всегда инвестируйте по результатам деятельности. Деятельность позитивная, есть стабильность, есть результат, есть доходность, тогда уже увеличиваете сумму, скажем так, увеличиваете лот своих инвестиций. Если вы видите, что инвестиции плохие, они уходят в минус, в просадку, тогда ничего делать не нужно, ни в коем случае инвестировать дополнительно не нужно, просто ждите, что же в итоге у вас случится с данными инвестициями. Либо они восстановятся, ну круги своя, либо же в итоге вы получите убыток. Ну и также хотелось бы сделать небольшой совет, если, допустим, вы видите трейдеров, которые уходят в просадку на 50-60%, то это с большей долей вероятностью трейдер пойдет дальше к обнулению своего депозита, к полностью сливу, к минимум 100%. Поэтому, если вы, допустим, видите, что по вашей инвестиции текущий доходность в минус 60%, то все же лучше данную инвестицию прекратить, ее завершить и уже выбирать других мастеров для инвестиций. Потому что с большей долей вероятностью в большинстве случаев, когда у трейдера минус 60%, то дело уже идет именно к полностью потере депозита. И все же лучше ограничить риски именно на минус 60%, чем дождаться минус 100%. Это бывает не всегда, не 100%, но в большинстве случаев процентов так в 90%. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Хотелось бы сделать также небольшой анонс. Завтра, в четверг, 28 августа, мы проведем два вебинара. Первый по традиции в 10.30 по Москве, ежедневный обзор валютного рынка Форекс, где мы рассмотрим текущую ситуацию на рынке. И второй вебинар по традиции в 5 вечера, еженедельно по четвергам в 5 вечера. Это у нас традиционное такое время для тематических вебинаров. Завтра тема нашего вебинара – как эффективно использовать аналитику. Во все времена в трейдерской среде идут дебаты на тему, верьте аналитикам или нет. Кто-то говорит, что аналитика бывает очень полезной, кто-то говорит, что аналитики ничего не понимают в рынке. Их обзоры абсолютно бесполезны. Они очень глупые люди, аналитики, ничего они не понимают на рынке. Вот мы рассмотрим, кто же прав, кто же не прав, кто виноват. Рассмотрим, что такое фреш-прогноз, наш аналитический сервис на нашем сайте, фреш-форекс. Также рассмотрим, что лучше, использовать платную аналитику или бесплатную аналитику. И вот мы в итоге выберем наиболее рациональное решение, как же можно с выгодой для себя использовать аналитику. Все эти вопросы мы рассмотрим завтра в 5 вечера, приглашая всех желающих принять участие. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание. Желаю всем успешной торговли, успешного инвестирования. Никогда не стоит торопиться. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. Всегда можно заработать, и поэтому всегда начинаем анализ будь то торговли, если вы трейдер, или начинаем анализ мастеров, если вы инвестор. Анализируем, принимаем решение, берем себе на заметку, инвестируем с небольших сумм и уже дальше по результатам деятельности переходим либо к увеличению инвестирования, либо заканчиваем данные инвестирования, выбираем других мастеров. Торопиться никогда не стоит, будь то вы трейдер, либо инвестор. Еще раз большое всем спасибо за внимание Завтра приглашаю вас на наши вебинары В 10.30 и в 5 вечера по Москве